еще раз всех приветствую здравствуйте рада что вы присоединились рада каждого из вас видеть давайте действительно немного о себе тоже расскажу я сертифицированный бизнес тренер конечно мои основное ключевое направление это как раз групповая работа именно тренерство помимо этого я игра практик я люблю все что связано с играми с геймификацией тех или иных процессов да то есть я в принципе отношусь к процессу познания приобретение новых навыков и собственной трансформации как некой такой игре потому что именно такая форма нам позволяет более как-то ну легче проще до относиться к каким-то даже может быть сложным темам и моментам и тем самым мы более открыты тогда новой информации по сути коучинг он также основывается на принципах свободы скажем так свободы и принятия но чуть позже еще об этом как раз расскажу расскажу пока также хочу сказать да я сейчас на данный момент ведущий эксперт отдела обучения развития центра моя карьера и я занимаюсь тем что помогаю нашим гражданам в поиске работы и в прокачке как раз как раз навыков soft skills да то есть это гибкие навыки это то что нам помогает быть эффективными независимо от профессионального направления вот абсолютно любому человеку как мне кажется в нашем современном мире очень важно например владеть навыками эмоционального интеллекта или тайм-менеджментом уметь организовать свое время планировать и также конечно каждый из нас ставит цели собственно коучинг это как раз про цели это про наше собственное развитие это продвижение вперед и это про фокус на будущее тем тем как раз мне эта тема и интересно что я сколько себя помню да вообще для меня как то вот развитие собственное всегда как-то как-то было одним из таких главных одна из главных ценностей и всегда я пыталась как-то возможно возможно это шло да из какого-то наоборот ощущения может быть неполноценности не знаю то есть все же начинается не из удовлетворения как раз из какого-то недовольства когда не нравится да какой-то текущий результат не нравится текущее положение дел и в этот момент мы как раз задумывается о том что нужно что-то поменять и ставим цели да выбираем подходящий инструмент и не всегда все сразу получается бывает пробуем тестируем меняем да очень важно как раз не циклиться да на допустим негативном результате а как раз эти вперед почему я начала с того что важно относиться как к игре это помогает снизить вот этот вот градус напряжения и действительно открываться новому да и пробовать как раз разные варианты в коучинге действительно очень много различных вариантов инструментов до вариантов решения задач инструментов мы с вами разберем сегодня один из наверно таких вот популярных ключевых инструментов но в начале я хотела бы такую водную тоже часть вам сказать чем мы сегодня будем заниматься мы ограничены да по времени 45 минут постараюсь максимально быть полезной за это время мы с вами разберемся с понятием коучинга вообще чем он отличается от других понятий например от менторства расскажу в чем разница также допустим от как раз бизнес тренерства разберемся с тем как же диагностировать препятствия на пути к цели и поговорим про то какие инструменты сама коучинга мы можем с вами применять для достижения целей так как у нас тема все-таки применение сама коучинга в работе да то сконцентрируемся как раз на рабочих целях но я не против если вы возьмете какую-то из личных целей здесь самый главный принцип это цель должна все-таки отражать ваше текущее состояние ваш настрой да то есть что для вас сейчас самое важное актуальное тем и займитесь первую очередь есть основные цели да у каждого они могут быть свои которые просто-напросто запустят подтянут остальные сферы вашей жизни а вот есть что то что донимает нам не дает покоя мы понимаем решим этот вопрос и сразу наладится все остальное в других сферах и у каждого это может быть своя сфера хочу немножечко узнать какая у нас сегодня группа кто знаком с коучингом напишите сейчас пожалуйста в чат циферку в соответствии с тем как какая ситуация у вас сейчас впервые слышите вообще это понятие никогда не сталкивались или может быть слышали но на практике не пробовали да то есть просто знаете да что такое есть есть такие инструменты либо же может быть вы знаете инструменты но применяете редко может быть был опыт но как-то на этом все остановилось юрий действительно сказал да о том что коучи и с коуч сессия стоят не дешево да и естественно действительно не у каждого есть возможность на регулярной основе работать с коучем вижу ваши ответы так 3 2 1 так есть у нас я была готова к этому даже разная группа так 2 так цифра 4 сегодня у нас никого нет но это и хорошо потому что по сути той информации которые я вам дам уже минимально да вот хватит для того чтобы проработать какой-то конкретный свой запрос потому что инструменты реально они все рабочие так супер вижу единички большинство у нас как раз двоечек замечательно значит я в тему сейчас со своей презентации так ну что ж хорошо давайте тогда разберемся вообще с понятием коучинга опять же да для многих в принципе это новый термин новое понятие вообще единственного какого-то верного определения его по сути не существует даже бывают сами коучи когда задают им вопрос что такой коучинг каждый свое вкладывает понятие свою какую-то трактовку но вот более такая унифицированное унифицированное определение это то что это определенный метод с помощью которого можно раскрыть наш личностный потенциал наш профессиональный потенциал и как раз применить это в достижении тех целей которые мы хотим и для этого очень есть определенный набор инструментов собственно все те техники практики которые мы применяем это все как раз коучинговые инструменты и очень много есть опять же различных подмен понятий например когда говорят вот может быть слышали до менторство кто может быть знает что это такое тоже можете в чат написать или не обязательно знать может быть как-то понимаете да определенным образом вкладывать какой-то смысл менторство наставничество так учебное наставничество вот как раз да встречались с этим понятием часто бывает так что путают как раз понятия наставничество менторство и коучинг думаю что это одно и то же по сути когда мы посмотрим на определение вообще на термин то как раз в переводе это и будет подготавливать тренировать наставлять дословном переводе от английское слово если мы переведем то окажется там будет написано тренер коуч да тренер и сам по себе термин как раз был введен английским бизнесменом и консультантом джоном уитмером вообще это такой уникальный человек в нем сочетается несочетаемое он профессиональный автогонщик и а также был известным как раз великобритании бизнес тренером он написал множество книг по лидерству как раз по спорту мы с вами знаем да что спорт как раз это такая одна из таких сфер где лидерские качества очень активно раскрываются да потенциал тоже человека раскрывается вот он во первых занимался как раз прокачкой подготовкой а спортсменов и помимо этого еще занимался как раз прокачка лидерских качества и был бизнес тренером вот он написал множество книг в том числе и по коучингу я вам в конце тренинга тоже порекомендую литературу на тему коучинга можете применять вот и сам по себе термин он как раз возник на стыке психологии менеджмента и спорта ну собственно потому что сам основатель данного направления он как раз этими сферами занимался так вот что же касается менторства менторства по сути корни вообще лежат еще и с греческой мифологии и считается что как раз знаменитый одиссей да я думаю в мифах да вы многие о нем читали слышали да одиссей он как раз когда отправлялся на троянскую войну он поручил управление своим домом и в том числе у него был маленький сын воспитание сына своему другу ментору то есть друга звали ментор и дословно как бы тоже считается он ему передал на путь поведая ему все то что знаешь сам то есть здесь в этот термин да он как бы ограничил понятие менторства тем что есть более опытный скажем так такой вот ну да ментор наставник человек который обладает багажом большим и опытом большим чем перенимающие знания и он эти знания ему передает рассказывает и как бы вовлекает до в процессе что же касается что же касается как раз таки и коучинга то здесь абсолютно другой подход давайте сразу сейчас о принципы да вот и сама коучинга по сути чем отличается от коучинга что мы сами себе и клиенты и сами же себе коучи все это абсолютно возможно реально позже как раз расскажу каким образом основные постулаты основы сама коучинга их важно соблюдать знать чтобы проводить работу максимально эффективно во первых принцип единства и взаимосвязи я этого уже сегодня касалась говоря о том что выбирайте для себя приоритетную сейчас цель на данный момент самую самую важную потому что это может помочь вам улучшить в принципе сгармонизировать все сферы вашей жизни поэтому помним про принцип единства взаимосвязь всех сфер жизни человек помимо этого фокус на будущее то есть мы давайте такой пример например кто водит машину меня поймут те кто не водит все равно так или иначе были в качестве пассажиров и тоже видели как ведут себя водители мы когда ведем автомобиль мы сконцентрированы на чем на том что впереди да то есть нам чтобы оценивать дорожную ситуацию нам нужно понимать что происходит условно у нас перед носом и что происходит в ближайшем нашем скажем обозримом будущем скажем так да то есть там где мы можем захватить нашим вниманием увидеть детали и понять ситуацию и собственно и оценить мы редко смотрим в зеркало заднего вида вот это как раз метафора да про коучинг потому что коучинг всегда направлен будущее всегда направлен куда-то вперед мы не анализируем в отличие например от психологии да допустим психотерапии например мы не анализируем то что было у нас в прошлом не ищем причины там мы фокусируемся на будущем и ищем ресурсы то есть коучинг это всегда про ресурсы и важный тоже аспект именно в само коучинге он будет очень важен это искренность и честность потому что как я уже сказала мы сами себе и коучи и клиенты и нам важно безоценочно увидеть реальную ситуацию взглянуть как бы правде в глаза и только через это возможен рост то есть мы с вами в чем да может быть основная сложность это нужно суметь переключиться с одной роли на другую эти роли менять для того чтобы качественно да поработать и полное принятие этот принцип который также и в основном коучинге при рабочий с клиентами применяется здесь собственно про то что мы принимаем нашего клиента полностью со всеми достоинствами недостатками то есть просто вот принимаем текущую ситуацию весь накопленный опыт все то что уже сделано все планы на будущее в общем все вот целиком опять же безоценочно просто принимаем вот и это дает нам как раз здравый анализ ситуации то есть мы не ищем виноваты а мы как раз работаем с тем что есть и опять же это про ресурс там и именно ищем ресурсы которые помогут нам достижение цели возможно как раз последние два пункта могут быть наиболее сложные по опыту тоже и моих клиентов знаю что вот это именно искренность и честность по отношению к себе то есть мы бывает не всегда даже готовы признаться в каких-то моментах что-то нам не нравится мы склонны да как-то какие-то неприятные моменты подавлять да в себе делать вид что этого нет и вот здесь важно себя пересилить перебороть для того чтобы был действительно результат это наверное основное да такое отличие основная сложность потому что когда мы работаем с коучем он может подсветить нам какие-то моменты какие-то пробелы да при этом важный тоже аспект коуч никогда не критикует не наши ответы не наше поведение и также и мы должны с принятием к себе относиться без критики и коуч также не дает каких-то советов это тоже важный момент в коучинге начинающие коучи тоже у многих прям такая сложность потому что мы привыкли давать советы мы в принципе у нас в менталитете тогда мы часто друг друга ну как бы условно так сама коучем да например друг с другом встретившись но допускаем как раз одну большую ошибку это то что мы начинаем давать непрошенные советы или как-то навязывать свое мировоззрение другим людям ну и давайте к следующему слайду куда перейдем чтобы мы могли реализовать наш потенциал коучинг как раз это про потенциал наши действия должны иметь конечно же вектор направленности потому что если мы не понимаем что мы в итоге хотим получить то мы будем хаотично как-то делать какие-то действия которые не будут приводить нас к результату а если приведут какому-то результату мы даже не поймем что с нами случилось есть разница либо мы свою жизнь создаем мы приходим так целям либо жизнь мы идем как бы да по жизни то есть нас что-то ведет куда-то нас забросило и мы как бы вот такие как безвольные существа что-то с нами происходит есть между этими двумя стилями жизни большая разница вот как раз таки так же сама коучинг помогает нам взять во первых и ответственность за свою жизнь но и большой потенциал дает в части создания своей жизни такой какой мы ее хотели бы видеть сейчас попрошу вас кто сейчас какой-то целью работает и готов эту цель дальше трансформировать посмотреть на трудности на препятствия сформулируйте свою цель можно в чат не писать можно написать где-то у себя на листочках но мне важно чтобы вы уже начали до действия в направлении своей цели давайте я перед тем как будете формулировать критерии у кого уже есть цель обязательно тоже проверьте ее на критерии многим я думаю знакома система smart это ключевая такая система по целеполаганию вот я вам ее сегодня давать умышленно не буду но в целом да вот те критерии которые я дам они в принципе тоже отражают отчасти тоже технику smart во первых нам с вами важно понимать конечный результат задайте себе вопрос какой результат я планирую получить и как я пойму что я это имею то есть по каким таким маркером по каким критериям вы поймете да что это у вас уже есть что это пришло уже вашу жизнь также важно такой критерий важен как оценка сроков да то есть важно понять когда какому сроку вы планируете к этой цели прийти мозг очень у нас хитрый то есть он будет без четкого планирования он будет всегда откладывать как-то на потом особенно если есть какие-то страхи или сопротивления безусловно чем более амбициозной цель тем наравне с желанием это получить также стоят какие-то наши страхи что это у нас может не получиться и чем более значимы для нас цель тем страшнее осознать что а вдруг не получится поэтому нам с вами важно все-таки временные рамки очертить чтобы наш мозг понимал что нужно уже начинать что-то делать также принцип экологичности цель должна касаться меня не других людей важный тоже до момента мы не можем за другого человека решить как ему жить и его жизнь да мы можем как-то повлиять за мотивировать вдохновить это да экологично но ответственность за каждое конкретное решение она лежит на конкретном человеке поэтому принцип экологичности тоже мы соблюдаем я часто когда рассказываю да про этот принцип говорю только простой пример я не могу там заставить васю в меня влюбиться ключевое здесь прям заставить да потому что возможно на эту жизнь у вас вообще другие планы и тут я просто нарушаю его принцип свободной воли вера в реализацию у меня достаточно ресурсов есть стратегии то есть я понимаю какие тактические шаги приведут меня к этой цели может быть на этапе постановки цели особенно если это какая-то масштабная глобальная долгосрочная цель у меня нет прям детально до плана прописанного но хотя бы какие-то основные аспекты точечно мы должны все равно прописывать чтобы во первых не так было страшно когда мы раздробили на мелкие кусочки нашу цель на это превращается просто в конкретные задачи которые мы берем и делаем плюс удобней и проще продумать какие ресурсы мы для этого задействуем ну и помимо этого важно верить вообще в достижимость этой цели конкретно для вас соотнося безусловно это с тем временным периодом который вы для себя очертили высокая мотивация опять же цель должна иметь ценность если ценности я не вижу то я не буду по сути прилагать усилия для достижения опять же наш организм он заточен на по сути основные базовые функции да допустим там на выживание и на сохранение нашей безопасности поэтому если я не вижу определенной ценности то я по сути ради этой цели даже с дивана не встану ну зачем мне если мне и так хорошо в тепле в комфорте например да почему я начала да с того что мы идем в развитие очень часто как раз из желания что-то поменять и из неудовлетворенности текущей ситуации вот кто сейчас в таком состоянии находится на самом деле это не повод там руки до опускать и наоборот это очень здорово вы через эту неудовлетворенность получаете машин мощнейший толчок энергии для того чтобы сделать какие-то действия потому что когда все у нас хорошо то в принципе мы склонны отодвигать достижение цели потому что принципе так неплохо да зачем опять же принцип энергосбережения срабатывать вот основные моменты для себя тоже цель сформулируйте я сейчас буквально может быть 30 секунд подожду чтобы вы прописали я думаю пока я критерии рассказывала каждый из вас уже в голове описывал картинку той цели которую вы хотите возможно у кого-то прям конкретно да уже цель была сейчас просто проверьте ее по критериям и пропишите для себя свою цель когда будет готова можете мне плюсики поставить просто в чат чтобы я знала что двигаться дальше могу так вижу в которой я написала замечательно так ну что же давайте так дальше с вами двигаться критерии работы с целями вы уже знаете да поэтому в следующий раз когда понадобится цель свою ставите вы опирайтесь на эти критерии поверьте так намного будет проще прийти к достижению процессе достижения цели мы испытываем трудности я думаю не секрет да причем чем цель масштабнее тем больше трудности можем встретить на пути поделитесь пожалуйста какие трудности по вашему мнению мы можем встретить на пути к намеченной цели откладывание дел да прокрастинации вообще уже скоро запишут наверное такую условно болезнь до 21 века то есть все больше и больше людей откладывают начинание каких-то важных для себя вопросов тянут время все сложнее и сложнее да как-то решиться неуверенность своих силах и результатах действительно тоже может повлиять тут все в связке да мы не уверены мы не уверены что получится и вследствие этого не приступаем действиям отсутствие ресурсов тоже согласно с вами может быть да такое уже все у меня есть четкий план да понимание как я к этому приду но вот нет каких-то важных ресурсов для реализации и опять же я могу застопориться не двигаться вперед потому что непонятно да каким образом я могу это решить я подготовила для вас слайдик с основными блокираторами достижений что-то из этого вы как раз назвали да написали что-то из этого будет новое но я думаю что с каждым из них вы так или иначе знакомы снижение мотивации да шли-шли-шли к цели вдруг какой-то момент либо поняли что цель не настолько уже вдохновляет может быть изначально вам цель как-то навязали знакомые социум не знаю бы сами себе да придумали она не совсем была вы искренней скажем тогда и поэтому организм определенное количество энергии потратил потом понял что не сильно то вообще вдохновляет да ну нафиг не буду да есть более важные дела и бросили или допустим отсутствие сил на действие элементарно когда мы не в ресурсе когда даже физически у нас может быть там или мало энергии или в принципе эмоционально например мы до в таком состоянии находимся что ну нет сил даже что-либо делать также не удовлетворенность полученными результатами например я себе нафантазировала там допустим захотела открыть там допустим развивающий центр а например и нарисовала радужные такие картинки красивые как это все будет выглядеть как будет моя деятельность все замечательно начала делать первые шаги сделала допустим и там совершила может быть какие-то ошибки не зная не понимая как вообще в этой сфере правильно все организовать да я встретилась первыми трудностями собственно совершила ошибки и не удовлетворена уже полученными результатами и мне кажется что дальше будет еще хуже а может быть вообще про себя подумаю что это не для меня не дано вот у меня в семье никто бизнес никогда не вел и это все будет идея провальная вот я дура что я вообще в это ввязалась да и начинается вот это еще шквал самобичевание в отношении себя что вообще я и еще вдруг так в кавычках да доброжелатели которые говорят так я тебе говорил вот ты несусь это туда вот я же предупреждал я же все знал вот в итоге мы получаем как раз такую неудовлетворенность и перестаем делать какие-то попытки ограниченность ресурсов это назвали или отсутствие в принципе да или когда их не хватает также зацикленность на старых стратегиях мы в условиях современного мира вообще всех призываю вырабатывать навык гибкости адаптивности под текущие реалии все настолько быстро меняется что если мы например знаем определенную стратегию поведения и только ее применяем в какой-то момент уже мир начинает сигналить о том что эта стратегия больше не работает что нужно по-другому но мы продолжаем на автомате делать так тем самым мы энергию тратим пустую результат не получаем время уходит и по факту давно уже нужно как-то перестроиться адаптироваться под реалии а мы все еще по старинке делаем вот здесь опять же можно поучиться также там у современной молодежи у блогеров которые очень быстро чувствуют вот эти тренды веяния и прям подхватывают быстро все меняют быстро переключаются здесь самое главное не зависайте на старых стратегиях ну и конечно какие либо страхи сомнения они могут быть связаны как лично с нами с нашей собственной уверенностью да так и например касаться окружающего нас мира то есть я например не уверена в экономической ситуации допустим да и поэтому мне страшно и не уверена в будущем я не иду да допустим реализовывать свою цель частенько бывает что одно порождает другое да то есть внутренняя моя неуверенность она по сути создает состояние в котором я себя чувствую беззащитной маленькой не человеком который не может противостоять условно этому большому страшному внешнему миру поэтому всегда любую работу начинаем с себя любую проработку всегда себя и уже после мы находим отклики во внешнем мире да то как отражение уже того что мы сами поменялись какие трудности нашли у себя помимо того что еще написали может быть еще такой инсайд словили увидели что точно я вот там все время опасую потому что ресурсов не хватает и все время кажется что чего-то не хватает или знаний например всегда нужно чего-то еще подтянуть подучить узнать прокачать вот вот выучу там не получу еще 25 диплом и тогда уж точно да пойду там например в свою мечту реализовывать так зацикленность на старых стратегиях себе тоже да фиксируйте а все основные моменты вообще инсайты мысли которые вас рождаются в процессе давайте тоже буду двигаться дальше я сейчас вам расскажу об инструментах вообще в целом сразу вводную часть скажу кожинга это про вопросы вы даже если пойдете коучингу вот как раз его еще дописал да про страхи мне знакомо тоже на самом деле мне каждый из этих блокираторов на знаком коучинг это про вопросы когда пойдете на сессию коучу заметите что все что с вами делают это задают вопросы просто в определенной последовательности вопрос за вопросом вопрос за вопросом поэтому я и говорю о том что сама коучинг это вполне реальная история вполне доступна каждому потому что вопросы мы также сами себе Я вам сейчас несколько техник расскажу, которые вы можете использовать в достижении вашей цели. Все они будут связаны с вопросами. Себе можете скриншот делать экрана сразу с алгоритмом действий и потом использовать. Техника почему нет? Опять же, цель у нас важна. Мы сначала ее сформулировали и дальше спрашиваем себя, почему я до сих пор не знаю, как создать свой бизнес, открыть. Или почему я до сих пор еще не стала, не знаю, это не совсем про мою цель, поэтому я немножко застопорилась. Ну, допустим, почему я до сих пор еще не написала книгу, например, или почему я до сих пор не достигла определенного уровня своего, например, благосостояния и так далее. То есть вопросы могут быть разные. Почему я до сих пор не соблюдаю режим, например, физической активности. То есть все, что угодно, мы начинаем, почему и до сих пор не, и подставляем цель из той сферы жизни, которая для вас сейчас приоритетна. Следующий момент. Если мы в ответе понимаем, что это про нехватку чего-либо, ну, допустим, я не знаю, нет у меня знаний, нет умений, или не получается, или, может быть, не хочу, то следующий вопрос, соответственно, будет раскрутка вашего ответа. Почему не узнала, почему не научилась, почему не захотела, почему не села писать, почему не ввела режим и так далее. Здесь важно, что при выполнении этого упражнения. Мы, как луковая шелуха, мы постепенно снимаем. Вначале будут какие-то известные отговорки. Ну, то есть такие понятные, да, там, ну, нет у меня времени, не хватает, или я там чего-то не знаю, или там ресурсы важны, там, допустим, деньги, да, вложения первичные у меня, допустим, нет этого стартового капитала, ну и так далее. Но глубинная причина может быть совершенно в другом, и вот нам важно докопаться до этой сути, да, поэтому мы череду вопросов используем для того, чтобы выявить все-таки истинную причину, почему мы до сих пор это не имеем. Вот, но если, допустим, ответ про смещение фокуса, да, то есть я начинаю, опять же, тоже отговорки. Сейчас не время, у меня есть другие задачи. То есть когда я включаю какие-либо отговорки, то следующий вопрос, да, я уже задаю на тему, что я получаю в результате. Да, то есть, допустим, там, у меня сейчас есть другие задачи. Например, у меня там задача, допустим, я не ввела режим еще, да, до сих пор, потому что у меня сейчас, например, есть там задача по, допустим, созданию там трансформационной игры, например, да, я все время свободной, да, от работы вкладываю в это, да. И я должна себе задать вопрос, что я получаю в результате. И если меня устроит, да, результат, ну, вот этот результат, ответ на этот вопрос, то есть, допустим, я получаю, например, ощущение собственной значимости, понимание того, что мой продукт потом будет нужен, да, то есть у меня пока есть вера, да, в то, что это будет нужно. Или, например, я получаю в результате то, что я прокачиваю, например, свои навыки, как-то сама через создание продукта расту, развиваюсь. Ну, то есть ответ может быть абсолютно разный, у каждого будет свое, но здесь важно оценить, устраивает ли вас этот ответ. Если ответ, что я получаю в результате, вас устраивает, то, скорее всего, просто вы сейчас расставили приоритеты определенным образом, и та задача, над которой вы сейчас работаете, она действительно важнее и нужнее для реализации именно сейчас. Вот и все, и здесь не нужно как-то себя корить или что-то еще, да, вы закончите с этой задачей и новую цель начнете реализовать. Здесь все в порядке. Вот это такая, как бы, тоже элемент диагностики, проверки. Резюмируем, да, то есть в выполнении этого упражнения наша с вами задача как раз выяснить ту позитивную выгоду от того, что мы сейчас не имеем той цели, да, которую мы для себя ставим. И также определить новые способы получения этого, да, подумать. То есть если я сейчас еще это не сделала, да, то, может быть, там, не знаю, способ неверный выбран, или нужно как раз подождать, закрыть все текущие вопросы и уже переключиться на другую задачу. Если есть вопросы, друзья, пишите в чат, задавайте вопросы, я прокомментирую. На самом деле техника достаточно простая. Здесь важный, опять же, момент, да, это быть честным с собой и отвечать, по сути, первое, что приходит в голову. Потому что, как правило, это и есть, ну, реальный ответ. Когда мы начинаем уже сомневаться в ответе или думать, ой, ну, как-то странно, там, нельзя, наверное, так думать нехорошо. Ну, то есть когда мы начинаем какие-то оценочные суждения приклетать, да, к этому, мы, соответственно, с вами, ну, как бы в этом еще больше закапываемся. То есть всегда пишем все, что первое приходит в голову. Так, ну что, давайте дальше. Следующая техника, чем-то похожая, да, на предыдущую. Ее вам быстрее расскажу. Алгоритм вы уже знаете. Здесь вопрос про достижимость, да. Если мы как-то сомневаемся в том, что можем достичь, то мы себе задаем вопрос, а что если, да, вот если я, допустим, думаю, у меня не получится, я не смогу, да, или что-то еще. А вот что если получится, да, что если близкие там меня не поддержат? Я себе задаю вопрос, а что если поддержит, тогда как будет, да, вот высокая конкуренция, в этой нише уже много вообще, в принципе, всех, да, все туда залезли. Это вот как раз, наверное, бизнес-тренерство, да, касается. За последнее время очень много появилось в этом направлении как раз-таки конкурентов, да, и вот а как же дальше развиваться, да, а что если бы не было, да, этой конкуренции, а что если бы были уже ресурсы и возможности уже сейчас, если бы все уже было, на самом деле, опять же, коучинг – это про то, что у вас уже все есть для реализации, и уже, по сути, каждый из вас, вот если у вас родилась какая-то идея, какая-то мысль в голове, да, это уже значит, что потенциально вы к этой реализации готовы, иначе бы эта мыслеформа просто в вашей голове бы не оказалась, да, то есть если про… мы говорим там на уровне метафизики и так далее, вот этих, да, всех направлений, то, по сути, мы бы не притянулись, да, то есть по волнам, скажем так, да, вот эта мысль и наше состояние не были бы в резонансе, и, соответственно, в нашей голове бы это не появилось. Раз это появилось, значит, потенциально вы можете это получить. Да, вопрос просто во времени, в вашей стратегии, какие будут сложности, да, на пути. Вот поэтому здесь задаем вопрос, что если все получится, тогда как это будет? Ну и следующий инструмент – это модель Grow, как раз-таки популярный инструмент в коучинге. Здесь мы с вами должны проанализировать со всех сторон нашу цель, и давайте прям по каждому из пунктов. Вообще Grow – это сочетание, как бы получается, первые буквы, да, четырех слов. Это у нас с вами цель, это реальность, текущее состояние дел, это различные варианты, которые есть, ну и наше намерение, и тот путь, по которому мы идем. И мы начинаем также по очереди нашу цель исследовать. Мы в направлении цели, да, задаем себе вопрос, чего я хочу, как я пойму, ну все так же, да, как с целью мы работаем, как я пойму, что я достиг поставленной цели, что будет наилучшим результатом для меня. Вот кто на коучинге был, вот часто коучи любят этот вопрос, что для вас будет наилучшим результатом от сегодняшней сессии, например, да, или в целом, что для вас будет наилучшим результатом. И вы тогда отвечаете. Будет там, например, что я разберусь там в себе, пойму вектор направления, там, ну и так далее, да. Что будет, когда я получу желаемое? Здесь важно тоже, этот момент очень важен, потому что за реализацией, вернее, за нереализацией цели бывает стоит рассогласованность целей. Ну, допустим, да, например, часто такое замечаю у наших клиентов, я веду также тренинги для мам, кто выходит из декрета и кто как раз хочет уже в сферу именно работы, да, окунуться полностью. Часто идет такое вот сопротивление между тем, чтобы быть хорошей матерью и уделять определенное время детям, и тем, чтобы быть хорошим специалистом и уделять определенное время работе. Но мы с вами знаем, мы ограничены 24 часами, и нужно еще время на восстановление, на сон, на домашние дела и так далее. И вот и начинается, да, то есть девушка, когда даже ее уже приглашают на собеседование, у нее мысли первые, а вдруг меня позовут, и вдруг я выйду на работу, а как же тогда мои дети, я же не смогу уже быть такой эффективной мамой. Вот и все, да, то есть это такой типичный пример, когда мы сами себя ограничиваем в достижении цели, потому что есть конфронтация других важных жизненных целей. И здесь, опять же, важно либо поработать с нашим восприятием, с тем, допустим, почему я считаю, что, например, именно определенное количество часов я должна этому посвящать и так далее. То есть либо поработать с эффективностью, чтобы это время было более качественным, либо поработать с планированием, чтобы все успевать и где-то, может быть, какие-то системы, там, не знаю, оптимизации, автоматизации процессов использовать. Также важный момент, что я буду при этом ощущать, чтобы цель не только была из головы, но еще покреплялась внутренним ощущением. Ну и соответствует ли достижение этой цели моим остальным планам и развитию, в целом глобальному видению того, куда я хочу прийти. Следующий момент – это реальность. Здесь уже как раз мы оцениваем те действия, которые уже сделаны, какой результат всех моих предыдущих действий, какие ресурсы у меня уже есть на данный момент, какие барьеры я уже встретила, я их осознаю, и сразу нужно будет в разделе «Варианты» продумать, каким образом я буду это решать. Что еще вам не сказала? Ну да, в целом мы оцениваем в разделе «Реальность», мы оцениваем все то, что мы имеем на настоящий момент, с чем мы будем работать. Дальше переходим к разделу «Варианты», и здесь мы уже выбираем способы достижения, какие ресурсы еще могут потребоваться, прописываем, где мы их можем найти, какие возможности у меня есть потенциально, что я могу еще использовать, какие препятствия, опять же, мы на будущее смотрим, какие препятствия могут мне встретиться, для того, чтобы заранее продумать план Б, С, Д, неважно, любой, чтобы в момент, когда это настигнет, уже не было мучительно, больно и страшно, чтобы это не било по голове, не создавало стресс, а уже у нас был заготовленный сценарий. Мы его только адаптировали под текущую реальность. Также еще важный момент – задавайте себе всегда при работе с целью, что надо мне перестать делать, чтобы достичь цели. Возможно, я что-то уже сейчас делаю, допустим, про режим, вот я говорила, режим, чтобы наладить здоровье, привести себя в форму. При этом, что я уже сейчас делаю, что мне нужно перестать делать? Банально перестать есть пирожные. Да, это мне тоже поможет в достижении как раз моей цели. То есть ответы бывают прямо у нас, вот прямо рядом находятся. Кто может мне помочь тоже посмотреть? Или что может мне помочь? Ну и пути намерения. То есть здесь уже про выбор, какой вариант достижения я выбираю, мы составляем четкий план действий, какой шаг я сделаю первым. Тоже пойдете на коучинг, обязательно, ну, будьте готовы к тому, что с вас коуч все равно спросит, какой шаг вы сделаете в первые 72 часа. Это такое правило успешных людей. Получили информацию, да, примените в первые 72 часа. Понравилось предложение, маркетологи используют. Обязательно внесите предоплату в первые там 72 часа, как доказательство своего намерения в обретении желаемого. Поэтому на этой ноте тоже хочу наше сегодняшнее занятие завершить. И все те инструменты и знания, которые я вам сегодня рассказала, с вами поделилась, обязательно начните внедрять в свою жизнь, примените, попробуйте вообще на самом деле все, да, и для себя определите, что вам больше просто подходит. В первые 72 часа. Да, я никак не смогу проверить, но я надеюсь, что вы это сделаете. Задавайте ваши вопросы, если они у вас еще остались. Меня очень просили не задерживать вас, да, прям закончить прям ровно вовремя. Так бы, конечно, я бы с вами еще провела бы много времени и с удовольствием бы еще что-то рассказала. Друзья, есть ли у вас вопросы? Я, например, действительно сделал скриншоты последних двух слайдов. Мне нравится, когда, ну, как вот много вспомогательных вопросов, это действительно помогает. И последние два слайда, они как раз содержали много небольших, но очень предметных вспомогательных вопросов. То, что, в общем, да, а вот, а что действительно себя спросить, о чем задуматься, это, ну, классно на самом деле. Друзья, есть ли какие-то у вас вопросы? Может быть, вы хотели что-то уточнить или нет? Вот, пока, друзья, вы думаете или что-то, я хочу выразить Наталье благодарность. А если по-любински, спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы нашли возможность поделиться с нами вашим знанием, вашим опытом. Вот, Ирина пишет, что было полезно, детальный подход. Спасибо большое. Я абсолютно солидарен с Ириной. Друзья, ну, может, у нас след за Ириной что-нибудь скажет. Вот, иногда первые, так сказать. Вот, Светлана как раз, да, написала, что большая тема, а много успели рассказать без воды. И действительно, тема, правда, огромная. Хочу, чтобы по итогу вы запомнили один момент. Всегда держите фокус на себе и всегда себя спрашивайте. Мы себя, по сути, можем поучить каждый день. Задавайте сами себе вопросы. А я действительно этого хочу? А мне действительно сейчас это надо? А это всё-таки как? Это моё истинное желание или навязано, да, там, кем-то? А что я в результате получу? Есть ли в этом ценность, да, в полученном результате? Вот вопрос как раз. В центре карьеры можно коуч-сессию получить? Смотрите, у нас работают карьерные эксперты, они как раз по принципу коучинга работают. Это не я. Я всё-таки, у меня работа групповая, да, я тренер, и я именно с группой работаю. Вот, а так, да, у нас есть такая возможность, и наши карьерные эксперты как раз работают в направлении карьерной стратегии, выстраивания карьерного пути, планирования своей карьеры, потому что всё-таки это важный аспект нашей жизни, нужно осознанно к этому подходить и реально планировать, чтобы не как-то нас случайно занесло, да, а всё-таки планировать. Все, кто дошёл до верхушки, да, карьерной лестницы, то есть уже управляющей, да, позиции, у них вот, поспрашивайте, все планировали своё карьерное развитие, никому ничего просто так, у них как бы не свалилось. Это было целенаправленное, осмысленное сочетание определённых шагов. Ну, ладно, может, для кого-то когда-то и свалилось, но это скорее исключение. Да, исключение из правил, да, бывает тоже, да. Да. Смотрите, я хотел дополнить Наталью и сказать, что в чистом виде коуч-сессии в нашем центре «Моя карьера» не проводится, ну, чтобы вдруг мало ли не было у вас разочарования. Действительно проводятся коуч-сессии для людей-соискателей, те, кто хотят или найти, да, там, лучшую работу или сейчас ещё, ну, грубо говоря, любую работу или ещё что-то. Здесь действительно всё это применяется и человеку помогают. Но если вот вы хотите работать на ваши личные цели, ну, собственно, наш центр называется «Моя карьера», он, конечно, направлен на большей части соискателей. Но в параллель с работой вот этих консультантов у нас огромная учебная развивающая программа, она, конечно, групповая, мы не можем себе позволить индивидуально, да, помогать тысячам людей, но в групповом формате у нас проходит огромное количество учебных, развивающих других занятий. И, в частности, Наталья ведёт тоже свой блог. Вы можете познакомиться с этим, опять же, вот или на сайте на нашем, или, если будете проходить мимо, заглянуть в центр и узнать расписание предметно, что где проходит. Все эти занятия бесплатные. Очень важно, разве что заблаговременно записываться, потому что на некоторые занятия большая очередь. И, действительно, вот, опять же, ну, чтобы не было какого-то разочарования. Я захотел прийти, а чего-то меня не пускают. Только лишь потому, что нужно было заблаговременно записаться. Всё остальное, действительно, мы полностью открыты, и занятия очень классные, правда. Вот. Друзья, ещё раз всем спасибо огромное.